Мне плевать, мне плевать, какого цвета мой Мерседер. Сократил все свои работы по своей компании, просто обрубил и сказал, все, и теперь я тренер по джиу-джитсу, все, больше другими вопросами мне даже не звоните. Была куча рубашек, которые я покупал в течение многих лет, и я их не мог никуда выбросить, потому что, ну, там такие бренды, что как бы жалко. Да-да-да-да. Мой один ученик и хороший друг подарил, ну, такую набивную куклу, но без внутренности, вот, и я не нашел ничего лучше, как запихать туда рубашки, и она теперь у меня кукла дорогая, такая, набитая. Немножко брионе, там, пармиджуане. Варлак, да, никто не знает, никто не знает, что у меня там классные рубашки под запонки набиты. Я очень верен себе. Не могу и не хочу себя обманывать. Да, не хочу себя обманывать. Да, не поверите, товары для красоты, краска для волос, средства, мы работали в Бразилии, с Иванией, Вазилии, Гербалаев, Гербалаев. Откуда классная седина такая, ну, понятно, что это искусство. Раньше ее подкашивали, да. Мне кажется, некоторые мои друзья, бывшие коллеги, они подозревают, они думают, что я какой-то подпольный миллионер, а тренер это для отвода глаз. Ну, а на самом деле нет, это не так. Как мне сказал Чехов, такой-то говорит, Люк, да вообще 99% людей, с которыми я общаюсь, думают, что ты подпольный миллионер. Ты там бабло лопатами гребешь. Типа приезжаешь на мобильничек снимать соревнования, но при этом приезжаешь на Майбахе, просто паркуешься там за пару кварталов. Итак, друзья, сегодня на кемпе, ну, как обычно, мы сплетничаем о том, о сём, разговариваем о жизни. Семочки. Семки, семки наши, всё, вот ждём, греемся у костра, ибо с отоплением нынче такси. Сцепились с Анатолием языками, ну, за жизнь, как вы понимаете, да, обсуждаем все новости. И вдруг оказалось, что мы с ним вдвоём эти БЖЖ-дауншифтеры. Люди, которые бросили нормальную работу, нормальный бизнес и ушли заниматься вот этой фигнёй, отвечать за неуклюжих учеников, всю жизнь и всё время тратить на них. Ну, может быть, иногда на семью, да? Да, Анатолий? Иногда бывает, да. Вот. Я тоже бываю дома иногда. Да. Обычно меня видят со спины, я за компьютером, да, я либо разбираю схватки, либо монтирую что-нибудь, либо заполняю ленту. Голую спину видят? По-разному, по-разному. Красивую спину. Главное, чтобы было красиво. Да, красивую широкую спину. У меня самая широкая спина во дворе. Да, уважаю. У меня он просто вырубается сейчас. Толя, как ты докатился за такой жизнью? Почему ты бросил и вообще что-то бросил? Где эта граница доуншифтинга? С какой высоты ты опустился или, может быть, поднялся наоборот? Да нет, нет, я ничего не бросал на самом деле. И так вышло, что я, если что-то и бросил, то это какой-то депрессняк, выгорание. И вот это все. Чего, не было никакой ценности держать у себя. 20 лет я торговал нефтепродуктами, нефтехимией, там, всякими сложными химическими веществами, которые... Систетическими наркотиками? Нет, вот так только, разве что наркотиками не торговал. Наркотиками для автомобилей и других технических всяких средств. Ну вот, а потом у нас всякие тектонические изменения начали происходить и в стране, и в бизнесе. И это привело к тому, что тяжесть этого груза, ведение бизнеса, этой должности, это, с одной стороны, меня все время, ну, там, и делать какие-то большие дела, масштабы страны, отправлять какие-то тысячи тонн туда-сюда, меня все это ужасно привлекало. Более того, я общался с людьми, и меня это тоже радовало и до сих пор радует. Но начались какие-то штуки, связанные с тем, что я перестал понимать, а зачем я это делаю. Вот это самое главное, наверное, от чего я ушел. То есть, ничего не меняется в мире. Встаю я с утра, делаю свою работу или не делаю. Да, ну, я зарабатываю больше денег, моя компания зарабатывает больше денег, но что-то это перестало через 20 лет работать, ну, быть интересным. И я понял, что... И в это же время параллельно я начал, ну, тренироваться, и уходил, вот, 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 мое депрессня, какое-то выгорание, оно уходило туда. Я сливал весь негатив туда, потому что я понимал, что если я не буду тренироваться, то, скорее всего, я буду так же, как все мои друзья и ровесники, там, ну, подбухивать, там, не знаю, искать каких-то себе приключений другого толка, нехорошими излишествами заниматься всякими. Вот, а я, ну, человек, ориентирован на семью, и, ну, я истинно не кайфую от взаимодействия с семьей, поэтому мне не хотелось туда, оттуда отходить. Я начал заниматься просто спортом, и что-то... Чем хуже все было с бизнесом, тем все лучше получалось на соревнованиях, на тренировках. И впоследствии я понял, ну, в какой-то момент наступил, что я понял, что работа в компании, то есть моя собственная компания, мне немного мешает. И этот момент был совершенно странным. Я понял, что вот если я сейчас буду заниматься вот этим, а не этим, не тем, что люблю, а не тем, что не люблю, то, может быть, я смогу добывать столько же примерно денег, такое было наивное. И мне все вокруг говорили, в том числе, ну, мой тренер. Нормальные люди, которые... Нормальные люди, они говорили, слушай, ну, блин, крайне маловероятно, что ты сможешь зарабатывать столько же. Вот, но на самом деле я сейчас зарабатываю больше, чем я зарабатывал на последнем месте работы, будучи в должности коммерческого директора, уважаемого человеком, приходящим на работу когда угодно. Вот, но я гораздо больше получаю кайф от того, что я делаю. Несмотря на то, что физически там тело мое к концу недели иногда орет от боли. Но в целом я делаю то, что я делаю с удовольствием, я улыбаюсь каждый день. То есть вот это у меня начало пропадать. В какой-то момент я перестал вообще радоваться жизни, и мне пришлось это сделать. То есть выбери, что тебе нравится делать, и вот эта формула работает. Выбери, что тебе нравится, сфокусируйся, брось все остальное. Причем я только во время ковида, была такая странная ситуация была, я во время ковида перестал заниматься, абсолютно вот обрубил концы. То есть я сократил все свои работы по своей компании, просто обрубил и сказал, все, и теперь я тренер по джи-джитсу, все, больше другими вопросами мне даже не звоните. И, короче, включается ковид, и я такой, все, а здесь я все обрубил. Мне было тоже очень странно, я начал заниматься редактурой какой-то еще, какие-то сайты, проектами вести, инстаграм каких-то своих знакомых, друзей за какие-то небольшие деньги, чтобы, ну, поддерживать как-то семью на плаву. Семья в этот момент не говорила, что, блин, Толя, ты дурак, ты издевил. Семья ничего мне не говорила, меня здорово поддержала жена, а дети, они вообще, как будто бы в этом смысле гораздо умнее взрослых, и они никогда такой херней не заборачиваются даже, они такие, да, блин, папа, занимайся тем, что тебе нравится. Конечно, так и должно быть. Вот, а жена, конечно, ну, мне кажется, что, спасибо, вот, то, что надо, да, разговор, чтобы тело поплыл. А жена мне один раз сказала, типа, я с тобой, ей было тяжело, мне кажется, мне кажется, ей было тяжело, но она ни разу не говорила, что, типа, может, сходь, херней страдать. Красотка, поддержала. Ни разу не сказала, хотя я бы на ее месте сорвался уже, да. Ну, вот, ну, теперь вот overall, если, ну, как бы, перемотать все, магия монтажа, ну, и сейчас я себя чувствую значительно лучше, у меня там два ребенка в частных школах, у меня все хорошо. Окей, ну, и ты как тренер зарабатываешь те же деньги, ты говоришь, больше деньги. У меня, конечно, история немножко пока похуже, да, и, да, ковид тоже сыграл свою роль. Мы там навыигрывали кучу тендеров в начале года, на год вперед, вложили кучу денег, вот это вот гарантированные платежи. То есть, государственные тендеры, да, мы занимались там, моя собственная компания, мы занимались организацией мероприятий, праздников, все эти парады, фестивали, вот эта вся фигня. То есть, мы положили эти обещанные, как это, гарантированные платежи из своих денег, обеспечительные платежи, да. И пока контракт не закончится, мы их не можем никак вернуть, да, мы с ним без денег, контракты не заканчиваются, потому что они откладываются. Ну, да. Да, потому что это же временная ситуация с ковидом, да, контракты не закрываются. Да, и что там сидел-сидел, блин, аккуратненько отхожу от этой темы, уже месяц ничего по этой теме не делаю, два месяца ничего по этой теме не делаю, да, и начал заниматься прям чисто фриксами, чисто, как раз тогда команда собиралась нормально, то есть, ребята уже были, да, но мы еще не организовались как отдельная команда. School Online, я так понял, пошел. School Online, да, мы его готовили, School Online мы готовили где-то месяца за два до ковида, мы все делали, уже начали монтировать, выкладывать, еще просто не запустили сайт. Время для запуска было, конечно, не идеальное, School Online, когда ковид, люди не знают, что делать, они там туалетную бумагу и гречку скупали в панике. Надо сказать, я вдруг поймал себя на мысли, что кайфово, когда у тебя нет боссов, нет боссов, нет клиентов. Вот этот хороший пенсионный вариант кайфополучения, да, мне 45 лет, нахера мне вот эти сейчас клиенты, там, боссы. Как-то, ну, не хочется мне с этим работать, здесь, в самом себе, да, это не миллионы, да, это в разы меньше, чем у меня было тогда, но я с таким удовольствием занимаюсь вот этим делом. Знаешь, совсем недавно я сказал одному своему знакомому, что сейчас у меня, я пришел к такому положению вещей в жизни, что меня окружают только хорошие люди. И мне этот знакомый ответил, он говорит, блин, похоже на суперспособность. То есть у меня действительно точно так же, как ты говоришь, у меня нет никаких злых начальников, никого, кто бы меня напрягал. И в основном у меня даже вот там иногда бывает там, ну, ты занимаешься с кем-то персонально, и он там тебе может нравиться, может не нравиться, ну, это же твоя работа, ты и занимаешься. У меня сейчас сложилась такая атмосфера, что у меня нет ни одного человека, с которым мне было бы вообще быть как-то некомфортно. Какая прекрасная атмосфера. И если остановиться на этой точке, проанализировать свои достижения, то одного и этого уже достаточно для того, чтобы считать себя счастливым человеком. Тебе не окружают какие-то уроды, которыми ты вынужден считаться, которые будут тебя там давить, грузить. В общем, вот это огромный стрессообразующий фактор, как оказалось, и которого теперь в моей жизни нет. В свое время, когда я занимался своими делами, бизнесом, работал там с заказчиками и так далее, я мог себе позволять фразы из серии, вы знаете, моя работа доставлять радость и удовольствие, а вот что-то работа с вами, мне радость не доставляет, значит ничего не получится. Ну да, неплохо. Но в этом было лукавство. Все-таки было вот это давление денег, контрактов, да, и все равно приходилось улыбочкой, вот это все. Да, несомненно, в основном были клиенты, да, мы очень хорошие люди, тоже повезло. Но в особе, если ты, например, не один, и от тебя зависит компания. Да, да, это от меня зависит команда всегда. Ну, ты вроде не хотел бы не работать там с мудаками с какими-нибудь, а в итоге... А мне нужно людям деньги платить. А тебе надо кормить, да, людей. Но здесь сейчас у меня вот этот тезис, да, вот это правило, оно вдруг начало реализовываться реально. Да, порой приходят, ну, там, ученики, с которыми мне не очень хочется общаться, но они надолго и не остаются. Да, как правило, люди отваливаются, когда понимают, что это не своя атмосфера. Да, да, зато те, кто пригорают, они прям пригорают, правда, надолго, ну, и как бы становятся друзьями. Да. То есть, я недавно с одним из учеников разговаривал, ну, там был такой разговорчик, и я ему объяснял, что он что-то говорил про клиентаориентированность, про сервис, вот это вот все, что там. Ну, я говорю, а у меня нет клиентов, он, ну, в сфере услуг, я говорю, я не работаю в сфере услуг, я не оказываю услуги. И да, это моя аксиома, я в это верю, я кайфую от этого, я вот занимаюсь тем, что мне нужно. Да, я могу ходить в одних штанах, там, год, да по херу. Я старый человек, нахер мне, наверное, лежатся. Клево, да, не знаю, мне кажется, что это, ну, тут выдело не в возрасте, а просто, ну, каждый день надевать новые штаны, это обязанность какого-то корпората. Вот у меня, на самом деле, это прикольно, у меня есть, была куча рубашек, которые я покупал в течение многих лет, и я их не мог никуда выбросить, потому что, ну, там такие бренды, что как бы жалуются. Да, 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 да. У меня до сих пор такие везят, полный шкаф, там даже смокинги есть, костюмы слои, не ношу, нет. Смотри, я тебе сейчас подскажу одну идею, что с ними сделать. Мне, значит, мой один ученик и хороший друг подарил, ну, такую, набивную куклу, но без внутренности. Вот, и я не нашел ничего лучше, как запихать туда рубашки, и она теперь у меня кукла дорогая, такая, набитая. Я немножко брюне, там, пармиджуане. никто не знает что у меня там классные рубашки под запонки набиты вот поэтому все кто работает с этим чучелом небольшим они в принципе не догадываются о его стоимости но на самом деле конечно блин это этого ценности какой-то момент я понял что вот этим ну вот этим материалом я могу просто набить чучело и это будет полезнее для меня в моменте потому что я сейчас хочу там не знаю попробовать что-то с ним сделать у меня нет партнера и вот поэтому ладно пускай будут рубашки но и как думаешь вот этот я условно называют обождауншифтинг да когда люди там из каких-то взрослых взрослых занятий так относятся все мои друзья коллеги бывшие завидуют может быть может быть но в основном а они как-то очень странно смотрят ну как на поехавшего тренер а работаешь ты где ты кто я тренер а работаешь где работаешь гел может быть нет мне кажется некоторые мои друзья бывшие коллеги они подозревают они думают что это подпольный миллионер а тренер это для отвода глаз но на самом деле нет как не сказал чехов такой договорит люк товарищи 99 процентов людей с которыми общаюсь думаю что ты подпольный миллионер бабло лопатами гребет типа приезжать на мобильничек снимать соревнования но при этом приезжать на майбах и просто паркуешься там за пару кварталов ну то есть кайф и гармония внутри себя дороже денег и общественного мнения а как выходит так что деньги все равно приходит как-то начинаешь заниматься своим делом то есть когда делаешь дело хорошо вот если вот я вам сегодня сказал разве это работа на самом деле ужасно устал конечно эмоционально и физически но я вам ответил разве это работа потому что блин я не чувствую как время летит я занимаюсь тем что я хоть чем я хочу если бы например этого не было в моей жизни ну чем я занимался там дома сидел бы что делал смотрел сериал играл в компьютер или что мы чем обычно когда им не торговал вагоны туда-сюда да нет я бы уже выгорел бы от этих вагонов давно и уже бы этим не занимался потому что просто надоело вот какими мысль в голову пришла посмотри на наших пенсионеров большинстве в своем случае это ну не в обиду вообще пенсионерами не конечно я понимаю но это такие реально выгорелся ты говоришь унылые люди не хотят вообще то есть они отработали за все силы прорвались до этого пенсионного возраста дай бог всего даже до этого возраста и все там отработал свою и все больше никогда да и жизни у человека перестала его жизнь ограничивается не знаю акциями в пятерочке от надо съездить туда там покрасить я не знаю там дверной уголок да я понимаю о чем-то так потихонечку человек как бы ну ну здесь него антально старее да 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 то есть есть такая штука это период дожития до период дожития и очень стар и очень странно видеть это иногда у людей которые немногим старше меня я вижу у своих сверстников да 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 уже как бы да и вот я говорю а слушай а ты можешь сейчас начать значит ты можешь начать новую карьеру и типа 60 ты станешь супер известным популярным вот в том чем ты сейчас начнешь 20 лет 10 лет тебе на свою на освоение знаний и еще 10 лет на то чтобы приобрести себе имя приобрести какой-то окупаемость своих своих занятий у меня люди смотрят ну как на идиоты типа я сейчас чем-то буду учиться на заканчивая на чё ты чё да 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 ну хорош за счет и это странно заказывали на чем остановились на том что не надо стареть искусственно да 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 стал возьми годик перерыва а потом найди дело которое тебе нравится и занимайся блин но если нравится не знаю рассаду растить джиу-джитсу заниматься можно разбираться здорово в садоводстве ты как человек хуже всех выглядящий в нашей компании поспорил тебе 30 до при том что тебе 30 расскажи любишь рассаду растить рассаду мне просто выглядишь как человек специалист по рассаде возможно я считаю что рассаду растить рано еще впереди очень много дел горы горы просто непеределанных дел мы тут кстати разговариваем на тему бж дауншифтинга и насколько я помню ты тоже из этих из тех кто все бросил и пошел заниматься жопоползанием и там full workday нет я ошибаюсь абсолютно верно на какой-то момент своей жизни я понял что нужно найти то что не только доставляет удовольствие приносит деньги но помогает себя реализовать и я конечно не хочу делать отсылки к потомственности но она есть потому что в моей семье три преподавателя в том числе тренер дипломированный который работает до сих пор уже там больше 35 лет нет нет а я к этому стремлюсь 30 лет это минимум впереди поэтому что ты бросил чтобы пойти тренинг в тренерство да если да не говори что я там она жену да я бросил бизнес бросил без накида как ему бросить жену нет товаров для не поверите товары для красоты краска это это средство мы работали в бразилии гербалайф гербалайф классная седина такая но понятно что раньше я подкашивала но теперь нет в общем надеюсь на старые связи твои и скидки потому что видишь у меня тоже уже здесь вот что-то сидит я сперва пык-пык я знаю же не логи и знаю технологии я себе это и бог с ним хоть здесь растет здесь меньше и меньше здесь еще что-то пушится чё посоветуем тем кто сомневается вот находится в каком-то таком жизненном тупике типа блин джиу-джицу круто но блин отработать вот и может быть хочет что-то сделать мое мнение если человек сомневается то не надо его пушить решение о том что искусственно пушить не надо решение о том чтобы поменять что-то в жизни она хорошо и приходит из точки покоя то есть надо разгрести хотя бы ненадолго свои дела и ежедневную рутину стресс вот это снять там городского ежедневного такой который у нас есть мы знаем что мы выходные проведем так то вечер проведем так днем так вот надо выйти желательно из этого например уехать не знаю на день на дачу или в кэмп поехать пройти вечерочком после вечеринки там на прудик сесть посидеть подумать с собой вот из этой точки покоя спокойствие как правило лучше всего приходит мысль о том чего тебе действительно нравится что тебе доставлять удовольствие а что является ну твоим неким грузом который тебе который ты не знаешь что с ним сделать как его переместить и вот часто оказывается что то что мы считаем грузом на самом деле может в принципе сама ехать как-то рядом и не обязательно это тащить на своей шее и многие из тех людей о которых мы как бы ну считаем себя ответственными они не так уж и беззащитные безо безответственно сами по себе даешь чуть больше свободы они начинают от даже чуть больше кайфовать вот и вот и самое главное вот не принято мне кажется что решение принято а-ля типово спонтанно и все бросаю вот она может не сразу до экспрессивно здесь доработать надо посидеть и вот принять я понял что я просто повзрослел хоть момент и я не могу себя обману я не могу сам себе говорить что это мне нравится вот это большой кайф когда такой блин я очень верен себе не могу не хочу себя не хочу себя обману да это круто это крутой момент дженни у тебя какие-нибудь версии есть добавление я понимаю что то ли сказал уже все извините за всех максимальный вопрос но я считаю что для этого надо созреть возможно по возрасту потому что все равно это шаг шаг ну как пропасть сигануть страшно когда на тебе висит грунт ответственности страшно обеспечить семью детей там да как-то какие-то ипотеки выплаты все равно это риск большой обратно обратно или другое для меня это долго было каким-то риском я решился да наверно просто взрослел на мне было бы созрел да я поняла я понял почему мне было проще у меня никогда не было ипотек кредитов и никогда не брал в долг и да я такой я все время существовал ну за то что у меня есть вот у меня есть я этим могу пользоваться то есть я даже не мечтаю там условно говоря мерседесе если у меня нет денег это тоже черта характера может быть нет может быть нахер нужно мерседес когда есть знаешь да вот на самом деле абсолютно не сейчас абсолютно наплевать на чем я езжу потому что я есть то что меня делали он я бы или он вложил бы в свой день свое дело отличная тема у меня есть прекрасное место около моего дома под зал прям блин шикарнейший просто не хватает двух миллионов а вот по поводу на чем ездишь да я решил для себя эту проблему у меня зал в трех минутах ходьбы от моего дома я просто ни на чем не ешь я просто хожу через прудик и через парк все в зал два раза в день я тоже хочу настроить жизнь чтобы мне нужно было в нем сейчас меня пока допекает немного общественный транспорт я езжу на нем но это лучше чем машина и стоять пробках поэтому погрее да да то есть я там что-то делаю в соцсетях поэтому все нормально но пока меня напрягает не приходится ездить или там полтора часа в одну сторону в русичке далековато момент можно початиться для меня каждая поездка куда-нибудь да в такси еще где-то я продолжаю работать но вот от этого устаешь через полгода через год от этого устаешь накапливается этот эффект поэтому вот это бы я чуть-чуть подправил если у меня получилось так же как у тебя устроить чтобы я там типа ставка доходил это шикарно монолита знаешь как я под летом в кимоно в разгаре да я просто переехал ближе к залу до пределах километра в 1 2 был там метров 500 час километр на 3 же тоже просто поменял место же это много решили а ты но судя по количеству машины седины этот километр проходишь в этой с палочками для норвежской ходьбы или как она не очень стыдно на этот километр по проезжаю на машине но мне все равно на какой мне плевать не плевать какого цвета мой мышцы друзья в общем это были три нет не три два позитивных человека и так лично алексей беляев мы заканчиваем всю эту фигню до надеюсь вам было любопытно по крайней мере послушать рассуждение трех взрослых людей ладно двух взрослых людей алексея беляева вот а сейчас у нас уже бежит слюна от запахов ребята там на мангале все сделали увидимся смотрите нас любите нас подписывайтесь на этих парней она нас там уже подписано если вы это смотрите включая музончик и тусуемся все погнали все круто получилось как обычно ты бля на лайки без дублей мы не настоящие телевидение надо было в конце аплодисменты в студии было а ты все снимаешь это это пойдет черно-белом типа в конце патетитром а а а а и а а на и и меня на а а Вау! 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 Вау!